На оперативном еженедельном совещании присутствуют руководители всех ведомств и служб. Сообщают об итогах работы прошлой недели и планах на текущую. Зима в этом году выдалась суровой и бесснежной. Февральские морозы также сыграли свою роль. Как итог, множественные аварии на сетях водоснабжения. Мы уже к 23 числу подошли уже к такому напряженной ситуации. Понимая это, мы 20 числа на предприятии объявили режим повышенной готовности привлекли все ресурсы. Ну и не ошиблись, потому что 22, 23, 24 в результате сильных аварий много раскопок получилось. И мы на обед 25 числа февраля имели максимум проблем, на пике пандемия выросла, до 402 заявок. Мы работали круглые сутки, работали субботы, воскресенья. На сегодняшнее утро из 402 у нас 77 пока не решенных вопросов. Мы ими занимаемся. Из этих 72 около 40, это 5, это частный сектор. Глава же города заострил внимание присутствующих на вопросе очистки кровель от наледей и обледнения тротуаров. Это состояние, естественно, кровельных конструкций. То есть, несмотря на достаточно низкую температуру, снег уже сегодня с отдельных зданий сходит. Вот, поэтому четко надо смотреть за грешными квартирными домами, за тротуарной сети Вячеслава Григорьевича, за дорожной сети с точки зрения противоговородных материалов рассыпки. Также отдельно Виктор Шестаков остановился на вопросе приема входящих звонков от граждан специалистами учреждений. Если мы знаем, что у нас по той или иной проблеме будет всплеск обращений, увеличивайте количество диспетчеров. В этот же день состоялся штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Тема обсуждения – меры по защите граждан от заражения, ход вакцинации. Идет постепенное снижение от недели в неделю, как, в общем-то, и в целом полугодство республики. Ну, из структуры половой женщины практически на 2-3, вернее, составляет 2,3 из числа заболевших. По возрастным категориям преобладают лица от 40 до 64 лет. За последние эти недели, 2 недели, значит, процент примерно остался на том же уровне, 44-45%. Вырос у дельный вес лиц 65+. Если за весь период он составил 30%, то за последние 2 недели 42% из числа заболевших. Обсудили и ситуацию с транспортировки больных коронавирусом в ковид-центры. Ну, механизм такой, что поступает к нам пациент со сферы нашего обслуживания. Мы продолжаем принимать пациентов с Рагурского района и близлежащих к нашей району. Он к нам поступает. Если это дневное время, мы делаем рентгеновское исследование, выставляем наш диагноз и, ну, в течение двух часов этого пациента переправляем. На сегодня за нами закреплены места в Республиканской инфекционной клинической больнице, то, ну, в печальное время мы уже, конечно, ни транспорт свой, ни коллег наших не грузим и отправляем уже на утренних каких-то. В Сарапуле продолжается вакцинация от ковид. Привито уже более 1400 человек. Первым компонентом 1470 пациентов, вторым компонентом 429 человек пациентов. Плюс тихонько подтягиваются организованные, ну, как всегда, образцом, наверное, или кон, можно сказать, по организации этого процесса. Надежда на то, что Министерство здравоохранения приобретет термоконтейнеры и с ними мы сможем выезжать на промышленные предприятия и организованные коллективы.